Расслабьтесь на диване с каким-нибудь хорошим американским виски в компании хороших русских друзей. И очень солидно, особенно если вам нужно показать, какая у вас крутая система, чтобы друзья увидели это всё и такие... Да... Всем привет! С вами Денис и вы на канале Salon Pro Lab. Я несколько раз упоминал о том комплекте предусилителя и усилителя мощности Macintosh, на самом деле ещё сиди, но о нём-то что рассказывать. И с нескольких сторон меня, можно сказать, одновременно попросили рассказать поподробнее о том, а что у нас вообще за комплект компонентов Macintosh, собственно, стоит в этой самой комнате. Ну, а нам не жалко, почему не рассказать, поэтому сегодня мы расскажем о предварительном усилителе Macintosh C53 и стереоусилительной мощности MS312. Данный комплект, в принципе, можно послушать и приобрести у нас в Salon Pro Lab по очень привлекательной цене. Не той, которая на сайте. Звоните, и мы сделаем для вас спецпредложение. Начнём мы с предварительного усилителя Macintosh C53. На самом деле это комбайн самый настоящий, который с широкой руки производителя добавлено вообще всё, что может вам пригодиться и даже что не может пригодиться. На самом деле тут чувствуется абсолютно американский подход. Если мы делаем какую-то многофункциональную дорогую вещь, то там будет вообще всё. Это не самый новый комплект, но он достаточно актуальный. Но что самое главное, так как это топовая линейка, естественно, в него вкладывается запас по времени на много-много лет вперёд. В первую очередь цифровой модуль. Во-первых, он заменяемый. Его можно в будущем поменять. Но, во-вторых, его просто ещё незачем менять, потому что там есть всё, что вам нужно. Ну, помимо оптических, коаксиальных, различных цифровых входов, там есть HDMI ARC. Он ещё тогда был добавлен, и он ещё сейчас вполне себе пригождается. Во-вторых, это очень приличный цифро-аналоговый преобразователь, который работает вплоть до DSD 512. Вообще ЦАП интересный. Он 8-канальный, 32-разрядный. Там, помимо, кстати, оптических, коаксиальных входов, которые поддерживают 24 на 192 кГц, есть и USB-вход до 384 кГц. Даже DxD поддерживает. Ну, естественно, работа через HDMI ARC, он же там улучшенный какой-то алгоритм работы с многоканальной дорожкой, который переводит это всё в двухканальную дорожку, но по-особенному. Но, видимо, как-то хорошо работает в стерео это всё. Ну, как вы поняли, очень приличный цифро-аналоговый преобразователь уже встроен в этот предусилитель. Он, естественно, и оптимизирован под работу с Super Audio CD, в том числе и с фирменным Super Audio CD, ну и вообще с любым транспортом, медиаплеером без проблем. То есть прекрасный, отличный цифро-аналоговый преобразователь, и к нему вам нужен просто будет транспорт. Не надо будет тратиться на ЦАП. Ну, помимо цифровых входов, которые великое множество на этом аппарате есть, естественно, аналоговые входы, как балансные, так и небалансные. Тоже в большом достатке. Ну, естественно, это же Macintosh, и поэтому, помимо аналоговых входов, есть ещё и MMC фонокорректоры очень высокого уровня. И, естественно, вертушки можно подключать напрямую. Естественно, как и Macintosh, так и, естественно, любые, которые вы захотите. Это хороший фонокорректор. Естественно, всегда можно будет найти внешний лучше, но за большие деньги. А так можно им не находить. Помимо прочего, это, естественно, ещё и выход на наушники, тоже с какой-то фирменной технологией, которые делают объёмный звук. Но, на самом деле, выход на наушники раскачивает любые сложные и не самые сложные наушники. Ну, полный набор функций. Ну, помимо набора функций, это ещё и прекрасный внешний вид. Ну, то есть, можно по-разному относиться к Macintosh, но вот этот дизайн, который у всех на виду, который абсолютно культовым стал, и в том числе за счёт использования в различных кинофильмах, но его не отменить. Эти стрелочки, эта синяя подсветка, это зелёный логотип, это стекло, металл. Выглядит всё это, конечно, очень здорово и очень солидно. Особенно, если вам нужно показать, какая у вас крутая система, чтобы друзья увидели это всё и такие... Даааа... Ну, что мне ещё нравится в этом предусилителе? Американский подход, как мы уж запоминаем, должно быть всё. И поэтому здесь не просто есть тамбурблок, потому что тут уж, извините, мы делаем так, чтобы это везде смогло работать. Здесь настоящий восьмиполосный эквалайзер. Есть, во-первых, схема обхода его, естественно, кнопочкой мы можем полностью его отключать, но на самом деле это классная штука, это настоящий восьмиполосный эквалайзер, который вы можете настроить и настроить звук под ваше помещение и под ваши вкусы. Это на самом деле важно, и это большое преимущество данного предусилителя. Это работает, поверьте мне, когда вы нажимаете эту кнопочку, если грамотно настроили, вы, конечно, сразу слышите, насколько это может лучше звучать в зависимости от нюансов помещения. Поэтому спасибо, что вы его добавляете, он действительно классно работает. Это не бесполезная штука. Ну, естественно, смыслов просто в предусилителе, конечно, немного, без усилителя мощности. И логично сочетать Макинтош с усилителями мощности от Макинтош. Если уж выступили на этот путь, то уж идите по нему до конца. Плюс смотрите, как это здорово выглядит. И тут стрелочки, и тут стрелочки. Замечательно. В нашей системе это усилитель мощности двухканальный стереоусилитель MC312. Между прочим, лучший стереоусилитель мощности 2019 года. Опять же, тут не должно вас смущать то, что это в 2019 году было. Во-первых, был недавно. Но помните, какой мир был интересный в 2019? А во-вторых, это нестареющая вещь, потому что это 300 Вт на 2, 4 и 8 Ом. На самом деле, нет никакой ошибки. Он выдает 300 Вт, независимо от того, нагрузка на 2, 4 и 8 Ом, я повторяюсь. Но это специальная технология автотрансформаторов. То есть, независимо от того, какую акустику вы к нему подключите, он всегда будет выдавать эту колоссальную мощность. И мало какая акустика потребует больше от вас, чем может этот усилитель мощности. Естественно, Macintosh хвастается своими эксклюзивными технологиями, эксклюзивными фишками, которые доступны в этом стереоусилителе мощности. Допустим, такая функция Power Guard. Ну, из названия понятно, но на самом деле, как они любят хвастаться, со скоростью света отслеживаются сигналы, поступаемые на усилитель, и корректируются они, чтобы не повредить ваши динамики. Резкие перепады, всё это сглаживается. В общем, полная защита вашей акустики, чтобы, не дай бог, не сжечь высокие или средние низкочастотники. Также, Sentry Monitor. Схема защиты от короткого замыкания без предохранителей, который отключает выходной каскад до того, как он превысит безопасный рабочий уровень. А затем автоматически сбрасывается, когда рабочие условия возвращаются к нормальным. Также управление питанием. То есть, естественно, усилитель мощности может включаться и выключаться в зависимости от других компонентов, в том числе и от предусилителя. Можно как включать эту функцию, так и отключать. Не уверен, что она уж прям эксклюзивная. Ну и, естественно, там замечательные клеммы для подключения акустики, которые не сломать любым толстенным кабелем. То есть, тут тоже всё продумано, тоже какие-то запонятованные технологии, да и бог бы с ними, главное, работает. Ну, естественно, невозможно не отметить вот этот тот же визуальный стиль, дизайн этого оборудования. Это закалённое стекло, это сталь, это чёрный цвет, зелёная подсветочка логотипа, синяя подсветка стрелочек. Ну, вы сами видите, насколько это вот выглядит. Не могу сказать, что прям изящно, но совершенно, вот так сказать, культовый. Это уже культовая внешность, которую и менять-то нельзя. На самом деле выглядит классно и сразу мощно и монументально. Дизайн, которому уже нет смысла даже придираться, потому что и невозможно это сделать. И вместе это получается такой очень сбалансированный, красивый и очень функциональный комплект, к которому можно подключить буквально любой источник, как аналоговый, так и цифровой, и собрать вообще абсолютно любой сетап для прослушивания музыки. Естественно, подключать к нему можно любую акустику, как я уже и говорил. И, естественно, есть классический сетап вместе с Sonos Faber. Он, понятно, что обеспечен тем, что это один концерн, и, естественно, их все вместе ставят. Но это и красиво внешне, ну и звучит это действительно хорошо, поэтому почему бы и нет. Это действительно отличная сбалансированная система с хорошими, дорогими. Sonos Faber, это звучит вместе отлично. Естественно, он может работать и с JBL, и, кстати, отлично работать. И даже с Tano его можно подключать. И с Bars Wilkins 800 серии. И все это, кстати, здесь подключалось много раз. И на самом деле нет какой-то одной рекомендации. Он действительно способен прокачивать любую акустику. А предусилитель действительно за счет 8-полосного эквалайзера может подстраиваться и как под особенности акустики, и под особенности помещения. И всегда это будет все равно вот этот характер, почерк именно Макинтоша. Американская абсолютно подача, нравится она вам или нет, но она всегда все равно присутствует и по-хорошему впечатляет. Это очень мощный, жирный такой, слегка смягченный, но очень проникновенный звук, который прекрасно... Ну, естественно, не могу сказать, что он имеет какую-то жанровость, но он, естественно, прекрасно заходит с классическим роком, особенно американским. Ну, это все вот прям единая картина получается. На самом деле слушать можно все, что угодно. От классики до хип-хопа он все воспроизведет. Он в меру детальный, не такой въедливый, как Марк Клеменсон какой-нибудь или Хегель. Но никаких деталей он вам не потеряет, он даст всю картину. Ну и, по сути, если коротко сформулировать, это и есть вот взгляд американский на High-End аппаратуру. Он впечатляет внешне, он впечатляет набором функций, он впечатляет своим звуком. И вот тут-то как раз и заключается американское слово понимания High-End. Ну, то есть есть все, что вам может пригодиться, пригодится, и дальше вам уже двигаться-то особо и некуда будет. Просто получайте удовольствие. Включили, слушайте, расслабьтесь на диване с каким-нибудь хорошим американским виски в компании хороших русских друзей. А на этом у меня все. Остались какие-либо вопросы? Можете написать их в комментариях внизу, на Дзене, ВКонтакте, на Ютубе, где бы вы нас ни находили, мы всегда с вами. Подписывайтесь на канал, чтобы мы были всегда с вами. А с вами был Денис, канал SoundProLab. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...